МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости на 9-м канале. В студии Ирина Калашникова. Здравствуйте. Белгородец погиб сегодня при обстреле ВСУ села Максимовка Шебекинского округа. В момент прилета снаряда мужчина ехал на машине по трассе. От полученных ран он скончался на месте. Еще один местный житель госпитализирован со сколочными ранениями. Другая жительница с контузией от госпитализации категорически отказалась. В ее доме прямым попаданием повреждены крыша, фасад, забор и пристройка. В результате обстрелов пострадали 4 дома, 2 автомобиля, остановочный комплекс и ЛЭП. Всего же на Белгородчине с начала боевых действий повреждены 4,5 тысячи частных домов и свыше 3 тысяч квартир. Более половины разрушенного уже восстановлено. Еще на 649 объектах невозможно начать ремонт из-за продолжающихся обстрелов. В Белгородской области семьям контрактников и мобилизованных с тремя и более детьми хотят бесплатно выдавать земельные участки. Такое предложение поступило в областную думу. Если законопроект примут, новшества коснутся не только участников спецопераций, но и ветеранов боевых действий. Однако есть некоторые условия. Например, наличие регистрации в Белгородской области. И второй пункт – общая площадь жилья на одного члена семьи должна быть меньше учетной нормы. В нашем регионе на сегодня она составляет 18 квадратных метров. Оскольчане и губкинцы массово жалуются на турагентство «Караван Тур». Отдых людям приходится оплачивать дважды. Один раз приобретая путевку, второй – когда прибывают на место. Там выясняется, что ни дорога, ни проживание туристов не оплачены. На требования вернуть деньги обманутых клиентов в турфирме месяцами и годами кормят завтраками. Подробности у Ларисы Ульяненко. Оскольчанка Элина Белакова хотела провести медовый месяц на юге. Однако отдых получился с привкусом горечи. Проблемы начались сразу же при посадке в автобус, проезд на котором молодожены оплатили. 8 августа купили путевки у Пономарева Олеси Владимировны. Должны были отправляться 15-го числа, 16-го, то бишь уже в Витязево. Сначала возле автобуса сопровождающая говорит, ну, ребята, кто оплачивал путевки у Пономаревой, «Караван Тур», как бы, собираем за проезд. Ну, дело изначально, как-то нам это не понравилось, ну, что поделать, оплатили. Нас заверяли то, что Олесе все вернет, такие случаи уже были, ничего страшного, Олесе деньги переведет. Однако за ночь, по словам девушки от владелицы турфирмы, не поступило ни копейки. И по приезду Витязева сюрпризы не закончились. Звонит Олеся, «Ой, ребят, вы приехали? Приехали?» «Ну, конечно, приехали, подождите. Я вам вызову такси, говорит, нам очень неудобно, мне, говорит, лично очень неудобно, что так все получилось с дорогой. Давайте я компенсирую, переселю вас в отель получше. Говорю, доплачивать ничего не надо? Нет ничего, с вас паспорта вас уже ждут». Ну, поговорила с мужем, муж говорит, ну, замечательно, давай. Ну и что, приезжаем, вызывает эта дама нам такси. Нас там никто, собственно говоря, не ждал. Нет, они были предупреждены, Олеся звонила, но никаких денег она им не переводила. То есть бронь была, денег не было. В итоге Белаковы оплатили восьмидневный отдых дважды. Один раз – около 80 тысяч рублей в турфирме, второй – уже по приезду. В общей сложности поездка обошлась в 160 тысяч. Единственное, что перевела – это 7200 за дорогу, а остальные деньги за путевку уже, то есть отель, проживание до сих пор ждем. По приезду трепали Олесю. Олесе, где деньги? Олесе, возвращай, возвращай Олесе. Кормят завтраками. Элина – не единственная пострадавшая. Люди объединяются, чтобы вместе добиваться возврата денег. На нее очень много заявлений в полиции, насколько я знаю, но мы тоже пошли, написали. Кто-то выигрывал, слышала суды, кто-то нет. Кому-то возвращает, кому-то до сих пор уже на протяжении двух-трех лет должна. И суммы есть побольше, чем наша. Там по 200 тысяч и выше. Жительница Губкина Светлана Кочка путевку в Караван-Туре на 2020-й приобрела еще в 2019-м году. Из-за ковида путешествие отменилось, но до сих пор, несмотря на выигранный суд, обратно денег не получила. Мы отдали наличные. У нас принимала деньги менеджер Пономарева Олеса. То есть, ну, она нам дала чек, который был написан от руки, и туристическая путевка, и все. А договор? Нет, не было. Договора не было. Создаем свою группу уже, то есть из обманутых туристов. Решаем написать коллективное заявление в полицию. Пишем. Это было вот осенью 22-го года. Через неделю нам пришли все под копирку одинаковые бумажки, что нам в возбуждении уголовного дела отказывали. В полиции не увидели состава преступления, поскольку Пономарева уверила, что вернет деньги и даже уже возвращает. Светлана Кочка не сдалась и выиграла суд. Ей даже присудили около 100 тысяч компенсаций морального вреда. Однако деньги – 170 тысяч. Турфирма так и не вернула. Приставы разводят руками. Арестовывать нечего. В МВД на запрос журналистов сообщили, что заведено уголовное дело по подозрению в мошенничестве. В нем 19 эпизодов. Однако караван-тур продолжает работать. Когда я была последний раз в полиции, было написано 19 заявлений. Все это время к нам в группу добавляются люди, которых продолжают обманывать. Вот самое интересное. Так как вот она обманывает людей, я не знаю, вот действительно. Такой человек, которому ты хочешь верить. То есть она вот хороший психолог. Не попадайтесь так, как мы попались. Это очень такое недобросовестное агентство в лице Пономаревой Олеси. Не верьте никому, особенно ей. Потому что у нее и заниженные цены, и хорошо она прям рассказывает. Обходительность Олеси Владимировны на этапе покупки путевки отмечают многие. Но нам шанс попасть под ее очарование не представился. Добрый день, скажите, пожалуйста. Олесю Владимировну можно услышать? Это я. Здравствуйте. Девятый канал вас беспокоит. Лариса Ульяненко. Мы хотели с вами поговорить о людях, которые давно заплатили вам за путевки, до сих пор не получили денег, несмотря на несостоявшийся отдых. Так. Вопрос решается, о чем поговорить. Вопрос решается, в каком смысле. Люди с 2019 года не могут получить деньги. Как долго вопрос будет решаться? Давайте рассматриваем это позже, обсудим, хорошо? А когда позже? Когда вам набрать? Сейчас неудобно разговаривать. А когда вам позвонить, скажите, пожалуйста. Когда вам будет удобно? А во сколько? В 12. Хорошо, спасибо. Но на следующий день телефон молчал. В 12 часов. Время звонить Олесе Владимировне. Похоже, нас никто не ждет. Вызываемый абонент не отвечает. Помимо звонка мы написали Олесе Владимировне сообщение, объяснив, что уходя от ответа, она лишает себе возможности изложить свою позицию. В ответ – тишина. Лариса Ульяненко, Павел Казакевич, Евгений Левошко, Илья Самсунов, 9 канал. Территорию у Староскольского военкомата капитально отремонтируют. На обновление пространства из местного бюджета выделили 6 миллионов рублей. Срок сдачи объекта – 31 октября. До холодов торопятся завершить работы и других городских объектов. Памятник погибшим воинам-интернационалистам и участникам локальных конфликтов у Староскольского военкомата установлен в 2009 году. С того времени территория никак не обновлялась. Текущие ремонты – максимум. А место – знаковое для горожан. Отсюда отправляются на срочную службу призывники. Уходят защищать интересы родины солдаты на СВО. Здесь встречаются однополчане, воевавшие в Афганистане и Чечне. Администрация округа приняла решение преобразить это пространство. Запланированы работы по переукладке тротуарной плитки. То есть площадь будет выровнена, будет уложена тротуарная плитка. В соответствии с проектом, то есть с визуализацией, разработанной архитектурой, будут установлены новые скамьи, будет отреставрирована стела, памятник воинам. Также будут отремонтированы постаменты под БТРом и пушкой. Ну и приведено наружное освещение в нормальный вид. Сейчас идут демонтажные работы. Строители убирают старую плитку. По задумке архитектора в центре площади сделают большую звезду. По периметру появятся деревянные лавочки с навесом. В планах также разбить клумбы, установить стенды и озеленить пространство. От начала лестницы до спуска к пешеходному переходу тоже обновят плитку. Заменят парапеты, приведут в порядок основание конструкции. Работы ведутся согласно графику. Штат на данном объекте порядка 10 человек. По срокам, я думаю, вполне успеем. Работа интересная, это значимая и актуальная работа на данный период. Поэтому от себя хочу заверить, что сделаем все на совесть качественно и в срок. До холодов стараются успеть подрядчики и на других объектах города. Почти завершено благоустройство сквера у музыкальной школы номер 3. Кипит работой на площади Победы, набережной. На площади Победы сейчас уже уложено больше 60% тротуарной плитки. То есть площадь вся перекрыта. На сегодняшний день ведутся работы по реконструкции фонтанов. Они тоже уже, будем так говорить, готовы. Плита бетонная, готовы уже стенки, завезено оборудование. Подрядчик тоже работает без остановки, работают без выходных. Сроки у нас по площади Победы – это октябрь месяц. Единственное, что печалит в этой истории – изменения не коснутся пешеходной дорожки у самого военкомата. Ремонт ямы сметы не предусмотрен. Анастасия Конникова, Павел Казакевич, Илья Самсонов, 9 канал. На этом наша программа завершена. Впереди прогноз погоды. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. В студии Лариса Ульяненко. Здравствуйте. Наша страна настолько велика, что в ней сейчас почти как в сказке 12 месяцев встретились лето, осень, зима. Если в Сибири набирает силу золотая осень, в Якутии уже сугробы, а на курортах температура 25 выше нуля. И такая погода не только на юге, но и в средней полосе. И завтра в Старомосколии и Губкине снова по летнему тепло. Завтра столбики термометров покажут плюс 24-26, но ночью они опустятся до плюс 8-12. До обеда облачно с прояснениями. К вечеру, обещают синоптики, облака уже не будут скрывать солнце. Ветер переменчивый от южного до восточного. Скорость его невелика всего 2-3 метра в секунду. Атмосферное давление 752-753 миллиметра. Магнитное поле 21 сентября спокойное. Рассвет в 6-12, тем нет начнет в 18-31. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова